Дорожное колесо Награждали победителей и призеров по всем номинациям. Претендентам нужно было показать свои творческие умения, правильно оказать первую медицинскую помощь и пройти на велосипедоплощадку автогородка. Ну и конечно же продемонстрировать теоретические знания правил дорожного движения. На сцену драмтеатра поднимались команды из Самары и Москвы, Питера и далекой Якутии. Самый главный вопрос для наших земляков, как выступила команда Ульяновской области. И тут спрятана главная изюминка этого конкурса. Команда из принимающего региона, она выступает вне конкурсного отбора и поэтому регион раз не может продемонстрировать себя в конкурсной программе, то у него открывается поле для демонстрации себя вне конкурса. И конечно же это и различные увлекательные-развлекательные мероприятия с детьми, это экскурсионная программа, это работа с педагогами. Диана Нурединова из Казани готова хоть сейчас сесть за руль. Жаль, только возраст не позволяет. И поэтому вместо баранки автомобиля она садится за руль велосипеда. Самое сложное было фигурное вождение велосипеда. На каких мы катались велосипедах, на таких велосипедах мы не тренировались, поэтому это было самое сложное. С заданием Диана достойно справилась, а команда Татарстана заняла заслуженное первое место в общем зачете. Следом за ней на педестал зашли представители Тюменской и Липецкой областей. Егор Титов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова